Греция снова в центре внимания. В казне нет денег на очередной платеж МВФ. Государство опять оказалось на грани дефолта. Страна не сможет погасить задолженность в 1,6 млрд евро из-за бюджетного дефицита. Полностью перечислить средства в 4 приема Греция должна до 19 июня. Сейчас она ведет переговоры о продлении программы международной помощи до конца года. Однако международные кредиторы пока не идут навстречу. Жители одного из крупнейших туристических центров Греции, острова Кос, снова волнуются за свое будущее. Ведь подошел срок оплаты очередного взноса кредиторам. Местные предприниматели считают, что их правительство должно прекратить эти бесконечные переговоры и прийти к соглашению с кредиторами для того, чтобы сдвинуть экономику страны с мертвой точки. Мы все очень взволнованы. Если мы выйдем из еврозоны, то это будет большим ударом по туристическому сектору страны. Надо быстрее решать вопросы. Правительству нужно выплатить долги перед Международным валютным фондом. Только так мы сможем продвинуться вперед. Каждая новая дата погашения кредита для Греции и ее жителей в настоящий стресс. В этот раз Афины должны выплатить кредиторам 240 миллиардов евро. После чего будет разморожен следующий транш финансовой помощи. Такие долги у Греции образовались после спасения ее бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах. Кредиторы полагали, что жесткие меры экономии позднее позволят стране погасить полученные займы. Но этого не случилось. Устали и сами кредиторы. В Международном валютном фонде больше не исключают возможности выхода страны из еврозоны. Сами греки тоже уже, похоже, свыклись с этой мыслью. Я слышал, что хотят вернуть долги в Драхми, хотя брали в евро. Это просто недопустимо. Всем нам стоит хорошенько подумать над этим вопросом. Надо решить эти проблемы до выхода из еврозоны. Министр финансов Германии Вольфган Шойбле отметил, что не видит смысла в дальнейших уступках Афинам. По его словам, угрозы Греции по поводу дефолта давно не воспринимаются европейскими чиновниками всерьез. Сабиба Ибусинов, Абрадиханбай и Ернат Кашкунов.